The original link to the video will be in the description down below. С аудиторией 75 миллионов человек, Warzone сейчас является самой популярной игрой на планете. На королевской битве имеют гигантскую проблему с читерством, которая существует с момента выпуска. Всё пошло настолько плохо, что такие люди как Shroud перестали в неё играть. Но есть ощущение, что разработчики Activision Blizzard наконец-то решили что-то с этим делать, потому что они серьёзно судятся с одним из крупных сайтов для читерства. Эта крупная игра наконец-то наказывает читеров. Не секрет, что у Warzone большие проблемы с читерством. Просто включите любой стрим ник и мерка, и вы быстро поймёте в чём проблема. И вся читерская ересь присутствует. Волхак, автонаводка, бесприцельное попадание по другому игроку через всю карту. Хорош. О, да, я его даже не видел. Твою мать. О, понимаю. Это смоу-щитер. Всё на этом. И да, есть типичность для комьюнити негодования Нейтшота и Тимда Татмана. И ещё хуже становится, когда как раз такие люди, как Ник Мёрк или Типи, двое людей, которые регулярно комментируют крупные турниры по Warzone, и там они постоянно жалуются на эту проблему. Итак, помимо того, что эта проблема влияет на ваших стримеров, она истит хаос из соревновательной части. А вот и он. Твою налево. Этот чувак даже нас толком не видит. Что? Он хакер. Он хакер. И после этого всего Activision Blizzard, разработчики Infinity War, наконец-то решили что-то с этим сделать. Они подали ИСУД на самый большой сад для читерства. Sexcheats.net – тот самый читерский сайт, который действует по стандартной модели. Вы платите определенную сумму, чтобы получить доступ к множеству читов. Да, мы говорим по слухам, потому что ни Activision, ни Blizzard, ни Infinity Ward не делали официального заявления по поводу данного иска. Мы же знаем о том, что, возможно, присутствует ИСЧЕЛЕЗАЯВЛЕНИЕ САМОГО САЙТА. В Дискорд-сервере 27 августа вышло вот такое заявление. Цитата. Как некоторые из вас, возможно, знают, Activision подала ИСК против Sexcheats.net и дала нам понять, что наши услуги нарушают их условия использования. В результате нашего судебного процесса с Activision мы согласились прекратить разработку и поддержку всех продуктов и услуг, связанных с Call of Duty, продаваемых через сайт. Эти продукты не будут возвращены на Sexcheats.net в любом виде. Вы также должны знать, что использование сторонних инструментов Call of Duty может привести к приостановке или бану вашего аккаунта компании Activision или разработчикам игры. «Мы приносим извинения за любую боль, которую причинили игрокам в Call of Duty». Конец цитаты. То, как они выпустили это заявление, складывается ощущение, что это какая-то мега-корпорация, которая 72 часа стратегически готовила ответ. Очень странно. Много людей онлайн сразу же отметили, что это не решит все проблемы, но наконец-то начали что-то делать. Судебный иск был подан после множества жалоб на проблему с читерами. При этом Infinity War оставались в стороне от вопроса. Было несколько вспышек банов, но ничего серьезного, чтобы могло остановить безжалостных читеров. И последнее, что Activision Blizzard или Infinity War говорили по этому поводу, перед самым иском было заявление от самого Infinity War, сделанное 24 июля. И оно смехотворное. Цитата. Пожалуйста, не используйте несанкционированное стороннее программное обеспечение для модификации или взлома. Это включает в себя такие инструменты, как 16-ричные редакторы, которые оснащают вас предметами, которые вы не получили должным образом. Мы определяем это как мошенничество, и в нашей игре для этого нет места. Это наказуемое действие, и вы рискуете потерять свой аккаунт. И да, они вкратце сказали, что читерство — это плохо. Не делай этого. Это заявление ожидаемо стало мемным, и все комьюнити-коды решило покритиковать Infinity War за то, насколько это не является ответом вопроса о читерстве. И да, можно посмотреть на этот иск, как ответ сообществу и сказать «Мы слышим вас». Но также понимаем, что сделать придется гораздо больше, чем просто забанить людей. И несмотря на то, что есть прямая причина для иска, то, что мы для этого обозревали до этого, но есть очень странная законодательная лазейка. Смотрите, чистоство Warzone или любой другой игре не считается нарушением закона. Чистоство в игре не идет против закона. И для того, чтобы Activision ближе смогла бороться с этими сайтами в суде, им нужно подойти к этому пособиному. Им, по сути, нужно судиться за нарушение авторских прав, что они проворачивали до этого с Overwatch, еще одна их игра, у которой были колоссальные проблемы с читерством. В 2017 году Activision успешно подала суд на сайт с читами. Сумма иска составила аж 8,6 миллиона долларов. Этот сайт был обвинен в 42 тысячах в случаях нарушения авторского права. В этой ситуации они жаловали, что этот сайт провел инженерный анализ и изменили Overwatch без их разрешения. По информации многих источников, этот сайт решил не отстаивать права в суде. И есть ощущение, что либо они слишком много зарабатывают, что могут проиграть этот тыс на 8 миллионов долларов и даже не моргнуть, или они реально не могли защищаться, поэтому решили не приходить в суд. И этот сайт даже не закрылся. Они просто не могли больше предоставить свои услуги Великобритании, потому что, «Представляет собой нарушение прав интеллектуальной собственности Blizzard и побуждает игроков Blizzard нарушать свои соглашения с Blizzard». Пока нет подтверждения, будет ли эта стратегия использоваться компанией Activision Blizzard именно в этом случае, но стоит все-таки напомнить, что это сработало раньше. И да, я здесь не для того, чтобы сравнивать, у какой игры хуже ситуация с читерами, но читерство в Warzone настолько вышло за рамки, что известные стримеры, как Мистер Голд, который хвастался, насколько он крутой в игре, был пойманный из пользы читов прямо во время стрима. Из-за того, что я хорошо стреляю, я хорош в игре. Это первый раз, когда вы увидите кого-то реально хорошего в игре. Сейчас я говорю с вами, потому что я играю. А потом смотрю только в чат, и что происходит? И да, этот дебют тут же был забанен на Твиче. И на данный момент мы больше ничего не знаем по поводу иска, но спасибо заявлению из Дискорда, который сделал сам этот сайт, мы можем узнать, что почти все операции были закрыты и остановлены все услуги, из-за чего недовольны было множество клиентов. Итак, остановит ли этот Иск людей в использовании читов? Конечно нет, но это явно шаг в правильную сторону. И мы недавно узнали о новой игре франшизы Call of Duty Cold War. И еще мы знаем, что Warzone будет частью франшизы Call of Duty, тем самым будет получать обновления. Это дает хорошую возможность Activision Blizzard. У них есть популярный Battle Royale, в который играют миллионы людей на Твиче, и у вас будет еще несколько миллионов людей, которые придут после выхода новой игры. И если есть возможность заняться проблемой читчества, то это делать надо сейчас. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео про читера Warzone. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы наших следующих видео. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейшн или вас есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих роликах.